Депутаты окружного собрания в составе рабочей группы сегодня посетили Ненецкий противотуберкулезный диспансер. На повестке дня три вопроса. Зарплаты младшему и среднему медицинскому персоналу, ремонт и строительство больничных зданий, а также питание пациентов. Подробности у Ольги Русул. Один из самых важных и до сих пор нерешенных вопросов, который стоит перед персоналом противотуберкулезного диспансера, строительство нового здания. Сейчас он располагается в шести корпусах, три из которых 1943 года постройки. Самое молодое, амбулаторное, введено в эксплуатацию в 1988 году. В 2016-м там проводился косметический ремонт, а также установлено оборудование в рамках программы по созданию доступной среды для маломобильных граждан. Температура в палатах поддерживается в норме до 25 градусов, как бы тепло, комфортно пациентам. А в коридорах вы сами чувствуете, что прохладно, особенно касается первого этажа. В начале 2018 года проводилась замена оконных блоков в детском и взрослом отделениях диспансером. Но износ здания практически стопроцентный, и если на улице поднимается ветер, то поддерживать комфортную температуру в палатах не представляется возможным. На сегодняшний день лечения здесь получают 28 пациентов, 13 из них дети. Большинство проходит профилактическое лечение. Вместе с необходимыми медицинскими препаратами им прописана особая усиленная диета. Лишний супчик. Ну вы знаете, и котлета приличная. Нет, это тот же самый. Котлетка хорошая, вкусная, свежая, мягкая. Четырехразовым питанием пациентов топ-диспансера обеспечивает, как и другие медицинские учреждения округа, компания Медфуд. На обед сегодня гороховые супы, макароны с котлетой. Я активно обсуждался вопрос, Александр Александрович уже пробовал еду Медфуда. Вот тогда у нас тоже внезапно попросили привезти, что сейчас выдается пациентам. Я также оперативно набрал то, что у меня привезли пациента в миски, и все это дело также пробовал. Нет, нет, нет. Также пробовал всеми участниками этого импровизированного совещания. Это действительно была еда, она действительно вкусная. Я люблю горохов. Еда вкусная. Вы знаете, все съедобно. Я уверена, что не в каждом доме котлеты такие едят. Котлеты очень понравились. Единственная жалоба пациентов, особенно тех, кто находится на длительном лечении, отсутствие разнообразия в меню. Ну, а меню-то рассчитано на полгода. То есть, они из недели в неделю получают одно и то же питание. Одно и то же. Семидневка, в конце. Вот. Недельное, семидневное питание. Вот. И, конечно, я бы говорю, если пациент лежит 6 месяцев, то вы представляете, что каждую неделю одно и то же. И говорят, что изменить ничего нельзя. Однако, по словам главного врача медицинского учреждения, уже с 1 апреля ситуация должна измениться. По новому контракту предусмотрено 14-дневное меню. Еще один вопрос. Заработная плата персонала. Всего в штате диспансера 93 человека. Зарплата медсестер и младшего медицинского персонала практически на одном уровне. Младших медсестер по уходу у нас заработная плата порядка 80 тысяч рублей. Это с совместителями? Нет, это с совместителями. Это все вместе. Все вместе, да? Это не на одну ставку. Конфликт интересов в отношении заработной платы возникает в связи с тем, что разницы в зарплате медицинской сестры и санитарки, сейчас ее называют младшей сестрой, практически нет. А зона ответственности разная. Есть санитарка. Вот единственная санитарка, которая у нас работает исключительно на дневной работе, это санитарка КДЛ. У нее заработная плата ниже всех остальных, потому что у нее нет совместительства. Она работает исключительно днем, а остальные санитарки, они всегда друг друга, младшие сестры по уходу, они всегда друг друга обрабатывают. Младшие сестры по уходу, ну это санитарки. Вот это категория младших сестер, да? Да, они всегда имеют совместительство. На круглосуточном посту, а отпуска два месяца у нас, всегда тот отсутствует. Плюс заболел, там еще что-то. Они всегда друг другу заменяют. Резюмируя итоги, депутат Анна Булатова отметила, что вопросы регулирования заработной платы будут решаться на уровне руководителя Департамента здравоохранения. Что касается питания, то впечатление положительное. Организация Медфуд учла пожелания, которые были озвучены ей пациентами. По итогам работы группы мы сделаем определенные выводы и, конечно, будем выходить с предложением, какие вопросы наиболее острые поднимают и персонал медицинский, какие вопросы поднимают и жители. И однозначно эти вопросы будем решать на нашем уровне, на законодательном уровне. Относительно нового здания, для противотуберкулезного диспансера в ближайшее время запланирована реконструкция одного из корпусов и строительство нового.